Добрейшего дня, меня зовут Максим, вы с мусориком на Заквакс. Буквально пару дней назад у нас была годовщина, ровно год, как мы вступили на территорию Америки. В связи с этим я хотел бы снять такое короткое видео, как некий отчет о проделанной работе за год. Итак, что мы имеем в активе? В Америку мы для частоты эксперимента приехали с легкой спортивной сумкой, с женой. Изначально наши планы входило только пожизнить пару месяцев, родить ребенка и спокойно уехать обратно. Но ситуация сложилась таким образом, что пока мы находились в Америке, в России, страна все больше и больше стала скатываться в вахтунг. Стали происходить совершенно невменяемые вещи, как то аресты и задержания людей за высказывания публичной никакой мысли, принятие законов по поводу разного рода религиозной терпимости. У нас, как вы понимаете, в России разрешена только одна религия, которая курирует ЦРПЦ. Все остальное у нас запрещено. Перечислять очень много, это список и долго, и скучно. Поэтому, спустя несколько месяцев пожив в Америке, мы пришли к решению о том, что необходимо остаться. Как только это решение было принято, мы начали здесь обустраиваться. Нашли себе дом, который мы сняли второй этаж, купили машину, подали заявление на грин-карту. Теперь могу сказать, что за год мы получили разрешение на работу, получили номера социального страхования, получили права американские. Ждем сейчас решения вопроса с нашей грин-картой. Родили здесь ребенка, который получил американское гражданство, из-за которого мы тем не беспокоимся за его будущее. Пытаемся налаживать небольшой мелкий бизнес здесь. Здесь жена ждет свои документы из России, для того, чтобы подтвердить свою квалификацию. И, наверное, пойдет на курсы, и потом уже будет работать по своей профессии. Вот. Детский психолог. Здесь это востребовано, поэтому тоже есть определенные перспективы. Тем более, что она хочет заняться в научной работе, и это интересно. В отличие от России, за детскую корректирующую психологию здесь очень неплохо платят. Так что здесь работа именно для души. Не нужно заниматься тем, что тебе не нравится. Что касается меня. Меня здесь все вполне устраивает. Если вы видите, это мое рабочее место. К сожалению, мне постоянно пишут, сними, как ты едешь на работу. Господа, я не могу снять, как я еду на работу. Я спускаюсь сверху, где я живу, сюда. И вот мое, собственно говоря, рабочее место. Про то, как работает американский мелкий бизнес через разного рода интернет-системы, я уже рассказывал, не буду повторяться. То есть, вот мое рабочее место, все, что мне надо. Я общаюсь с клиентами через компьютер. И, соответственно, дальше, если что-то надо кому-то отправить, я еду на почту и все дело отправляю. Коротко, просто ясно. Мне не нужен держать огромный штат сотрудников. Мне не нужно держать службу доставки. Здесь все отлажено. Что я могу сказать? Смотрите мое видео. Если люди подписались на мой канал недавно относительно, я бы рекомендовал бы начать смотреть с самого начала. Так как эти видео выложены в порядке номеров, в хронологическом порядке. И практически на все вопросы, которые вы мне дублирующим образом задаете, вы можете найти исчерпывающий ответ. Повторю еще раз. Я бы не стал менять место своего проживания, если бы дорогие российские власти меня к этому не вынудили. Вот, собственно говоря, такое короткое и емкое резюме. Удачи и оставайтесь со мной на канале. Продолжение следует...